шалом уважаемые дамы и господа бабушки и дедушки бабушки и дедушки те которые мы помним были люди пожилые пожилые люди умудренные опытом их образ стоит у нас здесь в памяти вспоминаем как они ухаживали за нами как мы любили к ним ходить посещать их принципе вся наша жизнь была у них вот этот маленький такой кусочек счастья сегодня бабушки и дедушки они стали моложе бабушки и дедушки сегодня иногда не доходит до возраста 50 лет например я стал дедушкой 42 года вот мы как молодые бабушки и дедушки пытаемся каким-то образом повлиять на наших внуков где границы вот этого позитивного хорошего влияния и где они переходят уже к негативным с одной стороны когда дети видят что мы уважаем родителей мы прислушиваемся к их мнению это прекрасно это учит их дисциплине уважению это тор но если мы например хотим чтобы дети выросли в определенных рамках давайте возьмем предположим рамки религии веры в бога и кто-то из наших очень близких людей наших родителей со стороны супруги или с нашей стороны пытаются каким-то образом вмешаться и поломать все то что мы вкладываем в этот момент зажечь красную лампочку мы должны в таком случае перейти к мерам сепарации и жесткой договоренности общения это стоит того потому что родители им кажется что наш путь это какой-то хобби какая-то игра нужно объяснить что это не игра это жизнь на кон поставлена жизнь очень часто молодые люди которые изменяют свой путь я имею ввиду изменяют свой путь от неверия или несоблюдения к продвижению по лестнице духовности они хотят чтобы их дети шли по их путям лучше всего решить этот вопрос объяснить это самое лучшее но ни в коем случае не идти в данном случае на компромисс это может быть связано с кошерной едой когда дети находятся в распоряжении своих близких и там они могут подвергнуться каким-то отхождению каких-то норм это очень важно также как мы уважаем наших родителей наших близких родственников которые нас хотят видеть на каком-то торжественном скажем событий так эти родственники должны уважать нас должны понять что например мы придерживаемся каких-то вещей и это не не наша прихоть это не появится в каком-то дресс-коде это для нас это всевышний нам это очень важно и для этого мы изменили нашу жизнь я редко вхожу в такие вот примеры обычно стараюсь не входить в дилеммы и конфликты между двумя двух миров светского и религиозного но это бывает очень часто в жизни бывает наши дети не должны здесь быть жертвой ни в коем случае они должны быть жертвой этим нужно объяснить что везде есть какие-то границы кстати это поможет им в жизни я вспоминаю себя в самых конфликтных ситуациях я показывал стойкость самоотверженность и ни в коем случае никакой компромисс я я не шел на компромиссы в этом отношении очень сложно идти на компромисс научить детей тоже идти на компромисс есть везде границы самое главное показать что ты серьезно относишься к это вот вот этот момент он всегда у человека изменяет мнение человек относится к тебе совсем по-другому если ты серьезно стоишь на своем с точки зрения твои какие-то духовные позиции дай бог чтобы с божьей помощью все вот эти вещи исчезли что было меньше сепарации чтобы мы понимали один другого шелом шелом